Самый мощный в мире ледокольный корабль, советский атомоход «Арктика» впервые в истории пробился через многометровую толщу льдов Северного Ледовитого океана и достиг Северного полюса. Этот легендарный подвиг и сегодня не каждый повторит. Северный полюс, место, где мечтает оказаться каждый путешественник, покорялось не более чем сотни судов, причем более половины из них отечественные. Ну а то, о чем сегодня так воодушевленно, вспоминают потомки. 40 лет назад проходило в режиме полнейшей секретности. Даже члены экипажа легендарного ледокола «Арктика» узнали о своей миссии только после выхода из порта Мурманска. В общем-то, это держалось все в большом секрете, потому что, не дай бог, не случится, ведь это же была советская власть, ошибки были недопустимы. Для инженера Вячеслава Мельхова любой поход к Северному полюсу как возвращение в молодость. Он до сих пор вспоминает, как 40 лет назад среди арктических льдов делил арбуз с другими членами экипажа. В 1977-м ностальгирует Мельхов первыми добраться туда, где всегда мороз, до большой политической победы. О прорыве советских технологий твердили во всем мире. В порту Мурманска покорители Арктики встречал едва ли не весь город. У всех ледокольщиков эта дата вызывает уважение, всегда празднуем ее, вспоминаем, потому что значительное событие в истории человечества России, ну и тем более ледокольного флота. Легендарная экспедиция продолжалась две недели, пройдя через оконечность Новой Земли. Ледокол проложил путь через Карское море и море Лаптевых, войдя в вековые льды. Вспоминают участники той экспедиции, судно едва не остановило ход. Некоторые участки приходилось в прямом смысле пробивать носом. Дважды клинило движущие винты, но, несмотря на трудности, на рассвете 17 августа Арктика достигла высшей точки планеты. Исполнилась вековая мечта многих поколений отважных моряков и полярных исследователей. В 77-м молодой моряк Владимир Вейнберг еще не догадывался, что его арктическая вахта растянется более чем на 40 лет к самой северной точке Земли. Он исправно ходит каждый год, но тот первый особенный, признается мужчина. На всех фотографиях и видеопленках он среди участников салютной команды. Залп его ружья возвести в миру. Арктика покорилась советской экспедиции. У нас было пять человек, из пяти человек трое были левши. Тут фотографии есть, смотрели. И когда стрелял, потом думаю, надо бы гильзу на память. Они лежат, дымятся внизу. Смотрю, сзади у меня рука там, эти гильзы начинают выгребать. Я одну успел защитить. Да, дома есть. На Северном полюсе корабль провел около 15 часов. В честь подвига наших исследователей на лед опустили памятную плиту. Она до сих пор встречает всех покорителей Арктики. Правда, после экипажа советского ледокола. Высшая точка планеты 15 лет оставалась непокоренной. Сегодня путем легендарного судна движется очередная команда. Среди них и съемочная группа НТВ. Ледокол 50 лет победы прямой потомок легендарной Арктики. Судно выполнено по тем же технологиям, что и первый покоритель Северного полюса. Однако после 33 лет исправной службы корабль готовится к утилизации. Сейчас он стоит на приколе в одном из портов Мурманска. После похода 77-го ледокол Арктика еще 30 лет бороздил Северную акваторию. В 99-м судно без дозаправки провело в рейсе ровно год. Под подобным достижением в мире до сих пор не может похвастать ни один корабль подобного класса. Капитан легендарной Арктики Юрий Кучиев после той экспедиции покинул судно. Однако Северный полюс навсегда захватил сердце моряка. После смерти командира урну с его прахом похоронили среди льдов высшей точки земли.